Всем здорова, у микрофона фикс, гав-гавыч и просто коровы. В каждой серии у нас всё меньше. И сегодня я продолжаю проходить один блог в Майнкрафте. Если вы не видели прошлые серии, то сначала посмотрите их где-то там по подсказке. Ну и перед тем, как мы начнём, я хочу сказать, что ещё целых 72% смотрят без подписки. 72! Гав-гавыч шоке. Если вам хоть чуть-чуть нравятся мои видео, пожалуйста, подпишитесь. В прошлой серии мы останов... У меня дерево только что выросло перед... Ну окей, допустим. В прошлой серии мы остановились на том, что я неуклюже умер. И собирался расширить свой дом. То есть сделать его более цивильным, вы чё там делаете. В этой серии я думаю, что мы наконец-то сделаем себе нормальное место жительства. Нормальное место жительства нашим коровам. Я думаю, что стоит скрафтить ножницы, чтобы подстричь их, чтобы у нас получились обычные коровы. Потому что с этими жить вообще не в кайф. Железка у нас осталось мало, поэтому действует придётся аккуратно, гав-гавыч. Тайгос. Я подожду. Не, не подожду. Поэтому я думаю, сегодня в конце серии наш дом будет выглядеть просто офигенно. Надеюсь. Также, если у нас хватит времени, то мы пойдём вон туда, вон туда, вон туда. И подстроимся к следующим далёким землям. Да, я буду называть их так, потому что они реально далёкие и реально земли. Логично, логично. Те, кто не видел концовку прошлой серии, могут спросить, зачем мне внутри снежки. Всё просто. Если меня будет тот нападать, я буду откидываться снегом. Да, гав-гавыч? Да, гав-гавыч. Ты это прости. Ну, это на камеру, гав-гавыч. Ну, всё нормально. Итак, ребята. Что нам нужно, чтобы нормально перестроиться? Нам нужна земля. Да, земли у нас нету, потому что я её полностью всю прокакал в конце прошлой серии. И чтобы это исправить, я беру палки, чуть-чуть дуба, ещё чуть-чуть дуба и, пожалуй, весь дуб. И беру с собой ста камня. Для чего? Сейчас узнаете. Гав-гавыч, подвинься. Тебе не стоит это видеть. Вот так случайно мышку дёрнешь и всё. Все ресурсы прокаканы. Вы просто посмотрите, сколько тут коров, цыплят, чик-чиков, мандаринов. Это ты, мандарин? Да. Вот вы где, чики-бам, спрятались. А это кто? Это чики-бам дальнозёмный? Понятно. И для чего же я брал с собой все эти ресурсы? А чтобы скрафтить дофига лопат. Да, в принципе, всё. Вы спросите, зачем мне дофига лопат, а я вам отвечу просто так. На самом деле, ребята, я собираюсь скопать отсюда дофига земли просто и перетащить её всю себе. Потому что здесь её бесконечный ресурс. Там у меня он далеко не бесконечный. Там ещё и мобы спавнятся вражеские. Поэтому я считаю, что это будет достаточно выгодно и умно. Тем более, учитывая то, сколько блоков я прокакал. Поэтому, благодаря всей выкопанной земле, мы построим себе нормальную защиту дома. Ну и вообще, дом будет выглядеть цивильно. Хотя бы в четвёртой серии. Кстати, ребята, вы опять написали кучу советов. Написали кучу комментариев просто. И поставили кучу лайков. Это и смотивировало меня сделать следующую серию. Поэтому, если вы хотите продолжения, то не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И я обязательно продолжу. Слушайте, уже закат. И здесь как-то опасно, по-моему, находиться в позднее время. Те, кто видел, по-моему, концовку второй серии, те понимают почему. Потому что ночью здесь просто ад, судя по количеству мобов. Поэтому, давайте, давайте, ускоряться как-нибудь. Кстати, я получил себе три яйца. И мы можем попробовать сделать чирика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, как быстро они спавнятся. Ладно, видимо, землю мне докапывать не судьба. Блин, что это за ловушки я попал? Всё, бежать, 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 бежать. Нет, крипер, не надо. Нет, паук, не надо. Паук, не надо. Всё, бежать. Ух, ребята, было очень опасно. А, это до сих пор очень опасно, я понял. Здесь вообще стрёмно двигаться. Но там за мной ещё и мобов дофига. Как это... Чё, ещё бежишь за мной? Нет. Всё, я его встречаю. Это знаю, знаю, это рисков... Понятно. Блин, паук, я даже не знаю, вставлять это видео или нет. Как-то стыдно за тебя. В общем, запомним раз и навсегда. Ночью вообще ни при каких обстоятельствах туда не ходить. Мы увидели, сколько там мобов моментально заспавнилось. Мне это не нравится. Здорово, коровы. Скоро ваша жизнь изменится. Отвечаю. Итак, я добыл себе почти четыре стака земли. Это ли не повод? Офигеть. Для начала я хочу сделать так, чтобы этот блок был центром нашей базы, а не просто каким-то углом. Блин, мы же ещё ведро прокакали в прошлой серии. Мне придётся его крафтить. Ну, сто процентов придётся. У меня всего девять железа на всё дело. То есть, ножницы пока крафтить не буду. Вы спросите, ребят, зачем я вот это сделал? Так провёл блоки, заставил тут всё. Всё очень просто. Это наша будет защита с вами от криперов. Я разолью здесь воду. И когда будут появляться криперы, мы будем их просто скидывать в воду. Я думаю, прикольная идея. Если вам нравится, напишите в комментариях. Если нет, тоже пишите. Может быть, придумаем что-то получше. А, кстати, у нас же есть три яйца. Давайте-ка попробуем. Фух, надеюсь, черик выпадет. Опа! Поцелую яйцо. Всё, спасибо. Плохо поцеловал. Черик мне не выпал, как обычно. На данный момент я решил разлить дофига воды. На тот случай, если я неожиданно упаду. Хотя, мне это вряд ли поможет. Она не особо вниз уходит. Ну, ладно. Надеюсь, хоть как-то поможет. Фух, пришло помучиться с этим. Короче, я немножечко оформил это всё дело. И сделал это более как-то красиво, что ли. Ребята, а я упал ещё раз. Блин, как же часто я столпался за последние серии. Я прокакал опять все ресурсы. И у меня вообще не хватает теперь ни железа, ничего на то, чтобы всё это восстановить. Я, более того, прокакал всю землю, которую накапал. Накопал. И теперь я не знаю, что делать. То есть, да, смотрите, я уже тут полной реконструкции был. Я уже более-менее красиво начал всё делать. И упал. Опять. Опять. Ладно, есть у меня пара идей. Пока не будем тогда переходить на железные инструменты. Нам придётся сидеть на каменных. А, верстак я тоже прокакал. Видимо, ребята, в этой серии будет твориться полный беспредел. Единственное, что из железа я скрафчу себе ведро. Потому что, мне кажется, оно мне точно пригодится сейчас. Всё. Я буду максимально осторожным. Просто максимально осторожным. Ну, а перед этим пойду и наберу себе ещё немножко земли. Очень, ребят, сложная серия получается. Я надеюсь, вы поддержите меня лайком. Потому что я потратил уже на неё много времени за кадром. И потрачу ещё, чувствую, больше. Ну, и я надеюсь, что он всё-таки получится делать дома. Он выйдет более-менее красивым. Я думаю, лопату до конца ломать не буду. Стак земли с чем-то мне хватит. Потому что лопата мне и там понадобится. А ресурсы мне сейчас жалко тратить. Я вернулся домой. И знаете, что я заметил? Во-первых, где моя первая корова? Во-вторых, почему я второго купается в ванной? Почему я назвал это ванной? Не важно. Окей, теперь у меня есть земля хотя бы. И знаете, что я понял? Мне нужно сначала обезопасить себя. То есть я буду строить вот здесь. Теперь делаем пол. Делаем пол просто повсюду. Чтобы как бы я не падал, я всегда оставался здесь. Живым целым и здоровым. Иначе эта фигня меня погубит и все мои ресурсы. Так, Гавгавыч, пожалуйста, пожалуйста. Не так опасно, не так опасно, Гавгавыч. Вот там посиди, всё, молодец. А откуда сюда вода течёт? Это нормально вообще, нет? То есть я там всё как бы взял. Вот у меня ничего ведром не берётся. А тут вода есть. Понял, я вас понял. Пока что я сделал себе такую не особо безопасную лестницу. Надо как-то на ней поработать, чтобы она была хоть чуть-чуть безопасной. Вот, другое дело. И теперь я могу спокойно ломать всё сверху, не опасаясь, что упаду. По крайней мере, вот сюда. Пока у нас ещё отсылал хотя бы одна корова. Нам нужно, наверное, сделать ей загон из дерева. И почему бы этим не заняться? Хорошо, что я помню, как крафтится забор. Я думаю, столько мне хватит. И, пожалуй, наверное, вот здесь я его и сделаю где-нибудь. Где он нас был, чтобы было удобно нам. Наконец-то вырублю эти деревья. И надеюсь, что с этого дерева мне тоже дофига саженцев выпадет. Иначе, что мне делать? Знаете, что я понял? У меня же нет штанов. Целая серия без штанов, ты понимаешь? И мне не есть чего их скрафтить. Посмотрите, у меня нет кожи. Вообще! И лишь без кожаных штанов стою я на доске. Со мною здесь гав-гавыч. И всё. К сожалению, когда на тебе нет штанов, эта песня совсем не идёт. Многие просили меня, кстати, сделать по этой песне клип. Как вам такая идея? Напишите в комментариях. К сожалению, у меня кончилась земля, поэтому я пока что не особо могу продолжить строительство. Но смотрите, что мы уже сделали. Выглядит довольно неплохо. Оставься только как-то корову отсюда вытащить. Давай, давай, ты сможешь... Блин, такая тяжёлая! Давай! Это безнадёжно. Это безнадёжно, ребята. О! Сработало. Да ты что, издеваешься, что ли? Всё, пускай пока она тут сидит. Ну, пока что наша база будет выглядеть вот так вот. Со временем я, конечно, её улучшу. Например, к концу этой серии постараюсь. Но пока так. И я думаю, нам стоит продолжить копать, чтобы обзавестись хотя бы железом. И всем таким. О, земли меня надавали, спасибо. Мне говорили экономить землю, но я... Рэдстоу. В общем, железная кирка мне сейчас, ребята, обязательна. Как минимум так. У меня всего три железа как раз на железную кирку. И мне придётся их потратить. То есть больше у меня железа вообще нету. Поэтому, надеюсь, мне хотя бы дадут ещё железо, чтобы я... Дождь пошёл, вы серьёзно? Надеюсь, мне хотя бы дадут ещё железо, чтобы я... Мне тут договорить там, нет? Ну, спасибо за саженцы. Так вот, у меня, кстати, два яйца. А? А? Понятно. Надеюсь, мне хотя бы дадут ещё железо, чтобы я скрафтил себе ещё кирку. Подождите, мне, наверное, зачем-то нужен этот лёд, но... ЗАЙЧИК! Как тебя назвать? Я уже минуту думаю. О, ты будешь Бомбоня! Да, ты будешь Зайчик Бомбоня. Ну всё, сиди пока там. Ребята, я пока животных не хочу оттуда уводить. Это будет проблемно. И они ещё и вдруг упадут. Ещё что-нибудь с ними случится. Это будет не круто. Слушайте, ну пока что мне железо вообще не дают. И мне кажется, вряд ли уже дадут. Это очень маленький шанс. Но я буду надеяться. Миха? Ты шо ли? Мишаня, здорово! Давно не виделись. Смотрите, знакомься. У нас тут Зайчик Биг Боня. Или как его там? Мини Боня. Пускай будет мини Боня. Так лишь не запомнить. Коровы, которые мы имени не давали, потому что они вообще странные и некрасивые. Фу. И Гавгавыч. Чё, Миха, нравится у нас? Это подвинься. Мы тут копаем, как бы у нас тут работы. Миха даже падать не хочет. Ладно, чувак, сиди, не падай, пожалуйста. Вообще он выглядит опасно, но он какой-то безопасный. Я сделал вид, ребят, что мне не страшно. Я обосрался. Тут медведь, у нас белый. Это нормально вообще? Кто мне выдали? Подождите. Кроличья шкура? Что? Зайчик? Зайчик? Миха, ты кролина убил, что ли? Вы чё там издеваетесь? Ребята, это шок. Это шок. Почему здесь каждый друг друга убивает? У нас популяция за три человека не выходит. Тебя я за человека вообще не считаю. Миха уже сброситься, наверное, там решил. Блин, это дождь идёт бесконечно. Ладно, хотя бы Гавгавыч со мной. И вот этот вот, блин, чучело. Ох, опять сложная битва предстоит. Да не, не особо. Какая же, ребята, сложная серия выходит. О, уголь. А может железка будет? Может железка будет? Э, давай железка. Ну давай. По-братски. Нет, не дали железка. Опять уголь. Ну давай железо. Давай железо. На фиг мне твой уголь. Уголь у меня есть. Кроличья лапка. Вы чё там издеваетесь? Они специальные, ребят. Вы видите это? Они это специально. У меня, кстати, инвентарь переполнен. Нам бы всё сложить в рюкзаки. Сундуки. Ты чё там делаешь, Миха? Их слезай. Мне стрёмно. И опять копаем. Ещё один зайчик. Подожди. Ты живёшь или нет? Что тебе мешает жить? Давай, выбирайся. Выбирайся. О, вот так. Умница. Умница. Ну наконец-то этот дождь прошёл. И мне выдали арбуз. Как я понимаю, нам скоро придётся очень много еды сажать. Потому что... Потому что нам банально её не хватит. Скоро наша кончится. Вот с... Почему мне дают так много зайцев? Погодите. А где мини-боня? Чё, помираете что ли? Там быстрее, чем появляетесь? Куда все зайцы подевались? Я не понял. Куда, если вы знаете в комментарии? Потому что я вообще не понимаю. Миха тоже в шоке, да? Да. И дайте мне железо, пожалуйста. У меня сейчас всё сломается, а железа нету. Я так понимаю, лучше копать каменной киркой. И только в необходимых случаях переключаться на железную. О! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. С первого раза! С первого раза! Да, купайте, милей. Вы поняли, ребята. Теперь у меня есть гав-гавыч и лап-лапыч. Всё, это у нас лап-лапыч. Надо запомнить. А это у нас гав-гавыч. А это просто Миха. Просто Миха. Он не любит, когда его называют по-другому. Поэтому просто Миха. Железо! Наконец-то! Мне дали! Железо! Причём дофига железо! Ну, не особо, конечно. Ну, слушайте, это уже неплохо. Опять железо этого мне хотя бы хватит на ближайшее время. Опять ты! Давай, гав-гавычи! Гав-гавычки, в атаку! В атаку, гав-гавычи! В смысле? В смысле волк разбился насмерть? Гав-гавыч, нет! Мстить. А, некому мстить. Остались только ты и я. Ты и я, лап-лапыч. Ладно, я переименую тебя в гав-гавыча. Сделаем вид, что ничего не было. Я не могу так. Я не могу. В каждой серии какая-то проблема. Вот такая. И из сундука мне зачем-то просто дали землю. И опять просто саженцев. Я так понимаю, мне намекают на то, чтобы я растил уже свой лес. Потому что скоро будет конец. А дёрн мне дали, видимо, на тот случай, если у меня трава не разрастается. Но она у меня, надеюсь, разрастается везде, так что всё нормально. Ладно, ребят, я думаю, в этой серии много сделали. Если хотите продолжение, где, я надеюсь, у нас будет ещё больше Михаилов, больше гав-гавычей. И мистер Хрюн, может быть, вернётся. Я всё жду и жду. Никак не получается. Продолжение, где мы сходим вон туда, в те самые далёкие земли. Далёкие этих земель. То ставьте лайки и пишите в комментариях. Я обязательно продолжу. А у микрофона был фикс. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Мне она опять не понравилась. По происшествиям я уже здесь один раз умер. Потерял дофига крутых чуваков. И Миха, Миха, давай прощаться в закате. Давай, как крутые парни. Вот это опасно было, Миха, но я справился. Ну, мы, в принципе, построили нифиговую такую базу. А у микрофона был фикс. Жопа Михи. Корова, которая хочет попрощаться. Вон там муха гав-гавыча я вижу. Всем пока! Чё ты меня нюхаешь? Ну ладно, давай.